Для окончательного решения проблемы с водой в селе Индерка осталось выполнить последний этап. Новую водонапорную башню здесь уже установили, теперь требуется прорубить вторую скважину. Существующая с нагрузкой и работой на 1200 домов не справляется. Если еще скважину, одну будем поднимать. Ну вот тогда проектно-сменную документацию делайте. Все есть. Комплексно решить проблему с доступностью этого ресурса помогает региональная программа «Чистая вода». Средства на строительство и переоснащение выделяются именно по ней. Районный центр поселок Сосновоборск тоже нуждается в модернизации коммунальной системы. Основные сети возле вышки уже проложены. По контракту работы должны завершить к 1 августа, но подрядчики обещают справиться до 20 чисел июля. Предполагаем, что проблема с водоснабжением по этому самому крупному микрорайону поселка Сосновоборск у нас снимется. Она уже годами накопилась. Кстати, там больше всего жалоб идет сейчас. Да, потому что там перебой с водой реальный, там проблемы. И плюс еще у нас, как мы по проекту, ставим и станцию по водоочистке. Ну, естественно. Станция очистки или обезжелезния? Станция. Тут железный. Там будет комплексно. Комплексно. 3000 человек у нас получается по этому микрорайону. Это Кададинский микрорайон. Совершенно верно. С водой связан еще один объект, который нуждается в ремонте – общественная баня. Она расположена в районе, где проживает порядка 2500 человек, но на данный момент закрыта. Здесь необходимо заменить теплообменники, котлы, двери и окна. И полностью перекрыть кровлю. Подрядчика определят до конца месяца. Все очень просят. Общежитие у нас неблагоустроенные. В тазик моемся. 21 век. Все-таки баня очень нужна. Так что очень надеемся. Обещают в ноябре ждать. Да, все. Приступим в августе месяца и к ноябрю закончим. Также глава региона оценил качество тротуара, который в Сосновоборске возле школы номер 3 только появился. Раньше здесь были неудобные тропинки. Асфальт на двух улицах уложили по программе формирования комфортной городской среды. Его общая протяженность чуть более километра. В следующем году работы в этом микрорайоне Сосновоборска продолжатся. В планах отремонтировать еще один километр пешеходных участков.